...образование. На такие внеклассные мероприятия отводятся в учебном году от 10 до 15 дней. Я в прошлом году, допустим, делала научную работу про ислам. Да, мне очень заинтересовало. А я делал работу про карты, ну... Про игральные карты? Про игральные карты, да. Про азартные игры? Про азартные игры и всё. Какой вы делали? Ну, что это спорт. В школах такую форму учебного времяпрепровождения называют альтернативной учебной формой. И всячески приветствуют. Это смена обстановки, смена занятий. Это не свободные дни. Это, в принципе, учебная работа, которая имеет подвелическую цель. То есть ученики повышают свое мировозрение. Даже иногда это больше даёт, чем сидение просто в классе. Я считаю, что время идёт вперёд, изменяется жизнь, измеряются подходы к обучению. Однако, на удивление, некоторые учащиеся, оказывается, придерживаются несколько иных взглядов. Если сравнивать с прошлыми временами, мне кажется, мои родители учились более серьёзнее. И больше нагрузка у них была, чем у нас. Поэтому у них и знания больше, чем у нас. А пока споры о школьной нагрузке продолжаются. Учителя говорят, что учебная программа перенасыщена. Не до конца продумано её содержание. А в начальной и основной школе можно было бы отказаться и от домашних заданий. Татьяна Коваленко, Спартак Лукашевич, Первый Балтийский канал. Что может согреть душу и сделать тёплым разговор? Конечно, чашечка хорошего кофе. Но многие пожилые люди не имеют возможности купить себе пачку кофе. Да и разделить беседу по час не с кем. Чтобы как-то скрасить жизнь старикам, в Латвии стартует благотворительная акция «Мы вас помним». Я жила, допустим, в Слоке. А на танцы ходили босиком, потому что транспорта не было, автобусов не было. До Кудры, до Токума. И утром оттуда такой же вояж. Практически у каждого человека преклонного возраста наберётся не один десяток интереснейших историй из своей жизни. Они готовы делиться радостью и печалью, передавать накопленный опыт. Но кому? Многие из них забыты друзьями, родственниками. Прошедшие войну уже схоронили многих своих однополчан. И наступила в душах тишина. Тишина с обвением. Получилось так, что из-за какого-то там слома эпох, из-за того, что очень многое изменилось вообще в том стиле жизни, как мы живём, мы как будто немножко, как будто эти знания людей пожилых немножко обесценились. Но теперь, мне кажется, мы приходим к тому, что на самом деле они очень цены для нас. И в них есть много смысла, которого, может быть, мы порой не находим в той жизни, которая окружает нас сейчас. Сергей Тимофеев даже посвятил старичкам небольшой рассказ «Пограничники жизни», который стал предысторией благотворительной акции. А суть акции в том, что, покупая пачку кофе, мы немного жертвуем одиноким людям. Делимся всего 12 граммами или двумя чашечками кофе. Первый раз такую идею Красный Крест воплотил в прошлом году. И она прошла нора. Около 11 тысяч пожилых людей получили ароматный подарок – 250 грамм кофе. Что там 12 грамм? А за два месяца акции собрали почти три тонны тонизирующего напитка. Для сравнения это получается небольшая кухня, засыпанная доверху кофе. Цель этой акции не то, чтобы дать пожилому человеку кофе. Цель этой акции – дать пожилому человеку внимание. То есть вспомнить людей, пожилых людей, в которых они рядом живут, соседи, проходим мимо их дверей каждый день, не обращаем достаточного внимания. То есть это самая главная цель акции. Но это не государственная помощь. И здесь не будет специального отбора. Бабушек и дедушек выбирают сами люди, вне зависимости от места жительства. Здесь нет как математики или как государственной социальной помощи строгих критерий. Этому полагается, этому не полагается. Вообще никому не полагается, но можно получить кофе. Здесь не столько даже социальный статус и материальная обеспеченность, сколько чувства человека отчужденности, ненужности в обществе. И сколько он открыт на этом разговоре. А это может быть и молодой инвалид, и одинокий пожилой, живущий в пансионате человек. Если вы хотите скрасить какой-нибудь вечер вашего близкого одинокого пожилого человека и сделать ему ароматный подарок, обращайтесь в любое отделение Красного Креста непосредственно, либо по телефону, либо через сайт. Там можно получить всю дополнительную информацию. Кофе доставят добровольцы Красного Креста и обязательно поднимут настроение пожилому человеку. И он будет знать, его помнят. Светлана Дутко, Олег Горячев, Первый Балтийский канал. И в завершение. Финны хотят переименовать Балтийское море, которое на их родном языке звучит как «восточное». По мнению финского парламентария Пэрти Виртанина, нынешнее название для Финляндии символизирует рабские взаимоотношения между ними и шведами. По мнению политика, название должно основываться на географических и художественных признаках, таких как Янтарное, Большое, Юго-Западное, а также Южное или Западное море. Дабы подчеркнуть независимость Финляндии, политик просит у парламента 500 тысяч евро на процесс переименования. На сегодня это все. Информационная служба продолжает свою работу авторской программой «Юрия Родина. Есть мнение». А после прогноза погоды смотрите в эфире Первого Балтийского очередные серии фильма «Голоса». Всего доброго и удачи на весь завтрашний день. До свидания. Добрый вечер, уважаемые зрители. Я Юрий Родин. Есть мнение, что пора снова иметь мнение о том, что происходит в стране. Закончились выборные баталии. Помните, как в Библии мысль изреченная – есть ложь. Похоже, именно этим принципом руководствовались наши политики. Теперь эта суета позади, и в эфире вновь народная передача «Есть мнение». Результаты выборов вам известны. У «Единства» 33 места в 7, у «Центра согласия» 29. А с учетом 340 тысяч бесправных неграждан, за согласием почти половина населения страны. И без его участия государство из экономической трясины не вытащишь. О чем давно предупреждали трезвые голоса. Печально, что русскоязычные Латвии не вовлечены в управление Латвией и не играют более решающей роли в развитии страны. То, что значительная часть граждан из-за их национальности или по другим причинам не выпадает в правительство – нежизнеспособный вариант. Это речь не мальчика, но мужа, который отвечает за безопасность страны. Британского генерала, потомка латышских эмигрантов, по определению лишенного каких-либо проросских симпатий. Это, наконец, мнение Запада, который заинтересован в стабильном развитии Латвии. Чтобы она не стала прорехой на человечестве вечной попрошайкой, ведь взятые миллиарды надо когда-то отдавать. Но нет. Четы креви. Ненависть к этим кревцам так и застит глаза. На другой же день после выборов единство и зеленые крестьяне приглашают в свою компанию национал-радикалов. В случае включения в состав правящей коалиции неофашистов из «Все для Латвии» и, соответственно, внесения для утверждения в «Сейм» президентом Латвии Валдисом Заттлерсом кандидатуры, поддержанного подобной коалицией премьер-министра, на визите Заттлерса в Россию можно поставить крест. Не будут принимать в Кремле человека, заморавшегося поддержкой латышских неофашистов, чьими лозунгами являются «Латвия для латышей» и «Переселим русских в Россию». Сейчас положение лидера единства господина Домровскиса незавидное. Он как витязь на распутье. Направо пойдешь, коня потеряешь, овес придется покупать по мировым ценам. Зерновые нынче дороги, а в кармане у премьера – дыра. Налево пойдешь, свои башку открутят. Его псевдосоюзники из пилсонийской осавеяныба, а латыши их так ласково называют «писищи». Я надеюсь, тут перевод не нужен. Так вот, этот самый гражданский союз уже свое «ф» сотрудничество с Центром Согласия высказал. Поперек батьки, так сказать. А сам батька Домровскис теперь крутится как уж на сковородке. В понедельник за здравие, да, будем заключать договор о сотрудничестве. А сегодня уже за упокой. Нет, ребята, скорее всего, ничего не получится. Ну, не получится таки... Только в таком случае, господа хорошие, не тянитесь жадными ручонками к нашим кошелькам. Мы не собираемся кормить ваших однопартийцев и закрывать глаза на то, как вы будете рассаживать на теплые чиновничьи местечки свою многочисленную родню и родню своей родни и так далее. И из этого кредитного нужника, в который вы себя загнали, выбирайтесь сами. А многочисленная парламентская оппозиция постарается доказать Домровскису, что он не цапля и долго на одной ноге у власти не продержится. Доброй вам всем ночи и удачи! Красота, тепло – это лучшие подарки для женщины. С наступлением холодов ты можешь дарить ей их каждый день. Шубы от Гауя Абе. Теплые чувства. Выпуск представляет салон меховых изделий Гауя Абе. Лучше.